всем привет меня зовут калинина татьяна вы на канале школа астрология швини сегодня мы с вами будем говорить о том что будет в казахстане казахстан это очень интересная страна которая у меня есть четыре гороскопа казахстана я их все тестирую все изучаю и сегодня мы с вами больше будем даже полагаться не гороскоп казахстана а на то какой был гороскоп на момент инаугурации в 2019 году нового президента такаева и казахстан давайте говорю покажу вам этот гороскоп вот он на 30 августа 1995 года в 22 часа вечера принята конституция по результатам референдума и это гороскоп конституции и мы с вами здесь будем ориентироваться значит сейчас идет махадаш юпитера с 2012 по 2028 год юпитер в принципе расположен недурно нормально он кстати формируют вот эту комбинацию на смезну президента но когда ладно не буду раскрывать все секреты но в общем юпитер здесь предрасполагает что после августа 2012 должен поменяться президент и так всегда бывает в гороскопах государства наступление длинные махадаши это очень серьезный фактор президент обязан смениться это его кармический долг если хотите и как видите здесь он тоже поменялся конечно чуть позже чем она предрасполагала но все равно и получается что сейчас казахстан проходит период с 7 июля 2020 по 3 марта 2023 года это период венеры венера очень интересная дамочка в гороскопе казахстана она полностью сожжена венера находится в 15 градусов 37 минутах а солнце в 12 и 58 довольно близкое соединение она конечно повреждает качество венеры но все равно все равно мы в ней найдем кое-что хорошее так вот посмотрите как расположена эта венера которая ближайшие три года влияет на жизнь страны она располагается в шестом доме именно это формирует то что казахстан сейчас очень подвержен влиянию эпидемий и это венера показывает по шестому дому какие-то проблемы коллапс может быть в медицинской сфере потому что венера сожжена и она ну скажем превращается вредителя в данном гороскопе также венера как вы видите очень близко располагается к солнцу и это как будто бы вредитель рядом с солнцем поэтому с 20 по 23 текущий президент интересная фраза ну ладно нынешний президент такаев в общем то может испытывать большие трудности мы с вами еще гороскоп инаугурации посмотрим и разберемся что это за такие трудности вообще если посмотреть в гороскоп d9 вот он я вам здесь его показываю видно что венера раджи йог карака это очень хорошо и она в седьмом доме я думаю венера даст достижение на межполитической арене для казахстана возможно казахстан войдет в какой-то альянс а в какой-то экономическое собрание сообщества может быть повысится его статус в этом сообществе поэтому в принципе венера в ближайшие три года благоволит казахстана для того чтобы он какие-то успехи на внешнеполитическом поприще получил также венера как вы видите хозяйка третьего дома на в шестом она сожжена вот и вам пожалуйста проблемы ваши на границе дорогие жители казахстана то есть это закрытой границе венера также карака развлечений удовольствие и сейчас она поражена мало кто имеет возможность развлекаться все должны соблюдать строгий карантин и в как вы видите до марта двадцать третьего это венера продолжает работать я не думаю что все это будет коронавирус хотя у меня есть еще давние мои воспоминания о том что от коронавируса полностью насколько я понимаю мы оправимся в феврале в марте 22 года ну это моя предварительная сейчас версия я думаю что примерно так и будет и вот в казахстане аж до марта 23 года могут быть какие-то трудности на границах что еще интересненького венера под аспектом сатурна конечно же находится он нас там притаился очень интересный сатурн я прекрасно знаю что это значит ну не знаю рушит ли интригу или нет подумаю концу видео так вот этот сатурн наступит в двадцать восьмом году но мы все равно должны понимать к чему дело клонится венера аспектирована сатурном что в принципе не придает ей большой силы хотя в целом говорит о том что тот кризис который может случиться в экономике казахстана сейчас в течение трех лет достаточно преодолим то есть может быть рост после вот этого какого-то падения давайте теперь переместимся но не знаю гороскоп до 10 давайте посмотрим как в до 10 его венера расположена венера в седьмом доме отношений в принципе она аспектирована меркурием это хорошо но и аспектирована марсом однако марс раджи йога карака поэтому я все-таки думаю что венера даст свои достижения достижения именно в отношенческом плане ну видимо на межполитической арене будут какие-то хорошие влияния но и венера показывает и кризис и рост видите то есть ближе к двадцать третьему году должно все начать налаживаться венера хозяйка 11 дома денег она все-таки сатурном марсом поражена и это конечно на финансы сильно повлияет но все равно венера перспективный период и я считаю что неплохой следующий период солнца 23 год полностью идет солнце тоже не дурной период потому что в основном гороскопе солнышко в своем знаке она в шестом доме до президент будет испытывать большие трудности в этот период а потому что солнце планета президента стоящие вместе с пораженной венерой ну такое как говорится давайте в гороскопе до 4 заглянем а венера у нас хозяйка 6 в третьем как раз третий дом это дом границ пограничных вот этих земель поэтому венера дает некоторые ограничения и к слову она здесь стоит в накшатре сатабхиша вместе с юпитером а накшатра сатабхиша дает болезни которые требуют 100 врачей если вы на моем курсе медицинской астрологии учитесь или хотя бы имеете мою книгу про медицинскую астрологию это болезнь и смерть натальной карте ссылочка внизу то вы про накшатру сатабхиша очень много интересного можете узнать я вам рекомендую про нее почитать если у вас есть особенно накшатре сатабхиша какие-то планеты хотя бы там раху кету ну или другие так вот давайте переместимся в гороскоп инаугурации нынешнего президента казахстана такая в нур султан назарбаев у нас пока покинул этот пост есть я так понимаю как при логические версии что этот президент он ассоциирован с назарбаевым да я как бы в казахстане не живу я полностью повестку дня не знаю но мы будем смотреть так вот я сделал гороскоп инаугурации инаугурация на пять лет составляется потому что срок полномочий пятилетний и вот что мы здесь видим в принципе я думаю что неплохой астролог поработал над этой картой честно вам скажу потому что восходит лагна лев там же звезда регул очень близко к асценденту это звезда королей царей президентов и это делает гороскоп очень сильно плюс венера очень серьезная поддерживает десятый дом президента там же солнце в общем все тут круто по показателям власти ну скажем власть устойчиво еще интересные есть финансовые комбинации хорошие это меркурий хозяин 2 в 11 в принципе это очень даже неплохо этот меркурий включается с декабря 21 по сентябрь 22 то есть в этот период может быть какой-то финансовый рост стране ну и конечно этот меркурий склоняет парламент работать активнее не спать не спать не спать работать активнее и меркурий в принципе в принципе говорит о том что могут быть успехи у бизнеса в казахстане но перед этим как обычно надо потерпеть да в общем сейчас идет период юпитера давайте посмотрим как юпитер расположен он опять же совпадает по срокам с венерой тоже с июля 20 начался и до марта 21 будет действовать ну как бы немножко короче чем период венеры на две третьих так вот юпитер хозяин восьмого дома четко вот прям четко очень аспектирующий солнце и конечно вот этот период с июля 20 по марта 21 он может быть трудным очень для президента 8 дом дом кризисов перемен и он из четвертого дома позиции смотрит но здесь народ молчалив смотрите сатурн вместе с кету в этой карте сатур нас показатель вообще народного гнева демократических ценностей и так далее и он вместе с кет он как бы немножко придушен картой и не только так вот народ немой грубо говоря но какие-то другие значит сложности будут у президента следующий период смена дашь от юпитера к сатурну и вот сатурн уже расположен очень но так напряжно этот сатурна в восьмом доме от дома президента поэтому у президента страны и у верхушки действующей верхушки власти казахстана будет какой-то серьезная кризис с марта 21 по декабрь 21 в гороскопе d9 смотрим сатурн хозяин десятого в восьмом доме перемен но там кету создает опасность конечно кету это могут быть шпионские какие-то приключения это могут быть изоляции человека это может быть отравление это может быть недомогание какой-то непонятной природы то есть здесь вариантов очень много мы будем смотреть как это все реализовывается также сатурн хозяин 11 дома доходов государства и он в восьмом то есть здесь но такие нерадужные финансовые перспективы в период сатурна с марта 21 по декабрь 21 а потом уже получается с 24 декабря 21 уже как-то полегче может быть потому что меркурий все-таки даст перелом на хорошие и частично восстановит потом декабрь 22 октябрь 23 период венеры венера в принципе давайте посмотрим сожжена или нет если не сожжена то молодец она не сожжена и в общем-то венере очень хорошо в десятом доме поэтому тоже есть надежда что полностью скажем коммуникации страны и и развлечения восстановится с декабря 22 по октябрь 23 очень конечно долго я не знаю что это за такое событие но она отдаст вот этот период даст улучшение вообще дел на границах государства то есть я думаю что в этот период полностью будут сняты какие-то ограничения которые может быть частично останутся к тому времени также в этот период может быть какая-то свадьба или радостное событие среди вот заметных людей в государстве потому что венера это брачная планета и она хорошо здесь расположена но не знаю наверное такая женат я так понимаю но в любом случае это касается не только его 10 дом это касается всей элиты власти которая в казахстане есть поэтому ждем большой свадьбы в двадцать третьем году и что еще интересненько что венера это показатель искусства это показатель развлечений видимо какие-то достижения какие-то хорошие события будут в сфере искусства и развлечений для казахстана в тоже двадцать третьем году после этого период солнца солнца вполне нормальная и в конце срока полномочий двадцать четвертый год первый point 24 это период луны луна марка луна говорит об умирании гороскопа ну как бы умирание гороскопа в конце инаугурации в конце срока полномочий это вообще нормальная вещь то есть здесь ничего такого ужасного то есть вот если такая пройдет вот этот тяжелый период с лета 20 по декабрь 21 когда будет очень много то есть каких-то неполадок и ситуация еще сейчас ничего она до марта 21 какая-то терпимая вот с марта 21 по декабрь 21 там какой-то трэш может быть если он пройдет но я думаю что он пройдет на самом деле то в общем окончание пятилетнего срока будет более менее неплохим сейчас конечно казахстан страдает вот такими были мои рассуждения надеюсь вы придете на курс и медицинской астрологии которые сейчас проходят в школе ему данной астрологии который будет 13 октября стартовать так что ссылочки внизу на эти курсы на мои услуги на сайт внизу если вы не знаете где описание видео где всегда оставляю свои ссылки то нажмите маленький маленький значок стрелочки вниз справа от экрана под видео тогда вы увидите полное описание этого видео и все что я оставляю внизу с вами была татьяна калинина желаю вам хорошего дня вечера или ночи я не знаю как вы смотрите мои видео может быть под подушкой под одеялом в любом случае хорошего вам дня вечера или ночи и жду вас следующих видео всем пока пока а